так меня видно меня видны меня идут да отлично начинаю вещать если проголодался можно подкрепиться это первый вообще в жизни у меня такой эксперимент проводя лето в киеве в какой-то момент я подумал что немного задолбался с работой нужно было выбраться куда-то подальше и на природу что я люблю подумал я а люблю я испанию но в большой город не хотелось тогда я поискал дома в лесу и обнаружил там же в каталонии несколько заповедников в этом видео речь пойдет о заповеднике монсень куда можно попасть всего за полтора часа езды за рулем от аэропорта барселоны на неделю мы приехали в этот дом заповеднике монстини дом построен в 1890 году это год рождения моей прабабушки вот и ему 129 а он называется касса росада и принадлежал им какому-то маркизу вокруг лес висит гамак дома под сдачу заповедники монсень зачастую находятся далеко от населенных пунктов а это как раз то что надо вокруг дома заповедник так она называлась у древних римлян которые зажигали на вершине горы огонь чтобы подавать сигналы мон гора сын сигнал вершин в заповеднике всего четыре самое высокое 1712 метров зажженный на них огонь как раз и был виден издалека дом не очень светлый потому что очень маленькие окна и довольно холодный внутри честно говоря что для Испании неожиданно потому что теплая страна но он как-то не прогревается или он слишком на горе находится поэтому прохлада его не покидает все очень стилёчки камин как раз времени постройки дома кухонька тоже такая базовая но все есть больше всего меня здесь впечатляет инженерный гений людей которые это строили потому что если биде открыто окно не закрывается домов здесь очень мало как и вообще каких-либо построек дело в том что в 1987 году этот регион объявили заповедником и строить здесь больше нельзя поэтому осталось только то что успели построить до этого стоп здесь написано натуральный источник без санитарной гарантии я теперь обосрусь да да я думаю да главное развлечение в мансень пешие походы маршруты прекрасно обозначены и представлены на местном туристическом сайте каждый день мы выбирали новые и шли по нему к одним нужно было сначала подъехать другие начинались прямо возле нашего дома сегодня мы попробуем пройти рот перер это маршрут который мы обнаружили только что он отходит от главной дороги идет куда-то в гору и надеюсь не очень высоко и не очень не очень глубокая ой ближе мне душу лимфоманка классные здесь индикаторы маршрутов столбики классные все цветное прекрасное но одно упущение нет расстояний непонятно сколько еще идти можно было бы обозначить и было бы удобно а так идешь и не знаю сколько тебе еще в гору лезть такого ландшафта как здесь я раньше не встречал из зеленых покрытых лесом склонов тут и там торчат одинокие куски скалы в заповеднике живет много видов животных и растений благодаря тому что здесь много ландшафтов и климатов как известно каталонцы большие сепаратисты они давно выступают за выход из состава испанского королевства в ресторанчиках в небольших деревушках в заповеднике не увидишь меню на испанском только на каталонском при этом предлагают перевести устно если что-то непонятно позиция принципиальная желание видеть себя обособленно выражается не только в политике или языке в реках монсень водится колотритон арнольди вид тритонов эндемичный для этой местности встречается он только тут и нигде больше в 2005 году в классификации животных он был выделен в отдельный вид хотя до этого считался под видом перенейского тритона который живет еще в остальной испании франции и андори отличается каталонский тритон тем что он мельче имеет более гладкую кожу с меньшим количеством бугорков если в каталонии даже тритон отдельный то что уж говорить об остальном если проголодался можно покрепиться от маленькой блин какая вкусная то как меняется климат можно ощутить в течение одного дня для сравнения когда на побережье было плюс 35 у нас в горах было не больше 25 градусов а ночью и вовсе плюс 12 не спрашивайте меня как мы сюда залезли потому что пешеходный маршрут прервался очень давно и мы просто шли через лес и попали на эту скалу с которой видно доме где мы поселились в долине а почти в долине на склоне и все это мы наблюдаем ежедневно с терраски а теперь мы здесь наверно это большие достижения давай альпинист прогулка на природе отличный способ отвлечься подумать о своем и развеяться особенно полезно айтишникам как умеренная физическая нагрузка на свежем воздухе кроме этого я специально ограничивал себе доступ в интернет парой часов в день сегодняшний маршрут называется импедрад дэмороу литуро дэмороу и мы пришли какой-то скале с которой должен быть классный вид это тоже от нас должно быть видно смотри потихоньку полегоньку и куда забрались что можно делать на скале до которой мы дошли можно понаблюдать за облаками и поснимать таймлэпс убираешь упор для телефона ставишь направляешь на нужную сцену и вуаля красота неподалеку от нашего дома располагается водохранилище санта-фе у него интересная история в начале 20 века рамон де мантанер издатель из барселоны хотел построить здесь шикарную гостиницу для этого он купил долину санта-фе у семьи из сан-селони которая ей владела строительство отеля началось в 1912 году а для снабжения электричеством на реке была построена небольшая плотина но этого оказалось недостаточно и в 1920 году начали строить вторую закончили ее в 1935 незадолго до гражданской войны вместе с дамбой появилось водохранилище а электричество хватило и на то чтобы обеспечить небольшой городишко поблизости гостиницу правда так и не построили сегодняшний маршрут хорошо обозначен он начинается в городке велодрау практически в центре он круговой частично и он обозначен прекрасно на этой табличке еще рядом проходит маршрут связанный с насколько я понял на моем каталонском с музыкантом вот по дороге есть солнечные часы еще что-то но не уверен что мы это увидим посмотрим куда заведет нас кривая тропинка отличный сегодня маршрут и лес и поле и дорога и город и все что хочешь по пути еще в монсини удивляется чистота ни одной бутылки не стекла не пластика ничего нигде не валяется вообще нигде следов человека не вижу это очень круто очень круто не знаю не знаю не знаю не знаю если лирочка что это за дерево дерево знания или дерево жизни дерево смерти сегодня мы едем в городок монсень на пятый день узнали что название заповедника произносится не монсени а монсень очень важно по-каталонски и оттуда начинается маршрут по природке и частично по городишку по которому мы сегодня пойдем он не очень сложный всего сколько полтора часа четыре с половиной километра это в одну сторону поэтому мы сегодня находим километров 9 дорога из санта-пэ очень крутая серпантин горный и он даже выглядит интересно на навигашки он огибает все эти горы скалы сегодня мы идем по маршруту gr5 из мунсень в сан-мартин и вдоль дороги здесь протекает горная речка хочу еще раз подчеркнуть неземную чистоту этих мест ничего не валяется никакого мусора ни бутылки ни пластика ничего сегодня сегодня вместо привычных указателей идем по приложению вики-лок которая которым очень трудно привыкнуть ориентируешься не по столбикам вот этой карте и постоянно с маршрута сбиваешься если не смотришь телефон на этом знаке написано по-каталонски про охоту но я критик кто-то стер что получилось как коса охота вот такие местные петросяны чем хороший этот маршрут на нем есть источник и можно пополнить запасы водички дорогу а называется он фонд и лес на ядосе но яда это русалка наберем водички живая водица до барселоны я все-таки добрался на один день чтобы зайти в свои любимые места и вкусно покушать это места с традицией которые открылись не год и даже не 10 лет назад местные жители ходят сюда поколениями после недели в лесу в заповеднике выбрались барселону одно из самых любимых моих мест здесь называется сервисерия каталана каталонская пивная но здесь не только все про пиво здесь еще есть вкусная еда и первым делом в испании я всегда заказываю ментоз де падроны такие перчики жареные на гриле на баха с это морской черенок называется и пульпу а ла гаега это сменок по-галисийски ну и еще пиво местный крафт сегодня мы рискуем обойти все мои любимые места в барселоне и мы пришли после сервисерия каталана это ресторан который находится в помещении критого рынка в районе порн и здесь очень витиеватые такие заместоватые блюда типа вот этого карпаччевского графа и это прекрасно мы в завершении короткой поездки в барселону из гор это такой рынок еды рынок переделанный в хипстерское место с кучей ресторанов баров и мест где можно даже по завтракам открывается 12 здесь есть все традиционные испанские ништяки типа это прикольно одно из моих четырех пяти самых крутых